Итак, вы решили поучаствовать в первом в своей жизни геймджеме, но не знаете с чего начать. Именно для вас мы и записали это видео, в котором ответим на большинство вопросов новичков и дадим полезные советы, чтобы вы могли начать свой первый геймджем подготовленным и закончить его живым. Итак, приступим. Самый популярный геймджем в мире называется Ludum Dare. Именно так это и произносится, так как это латинский язык. Он проводится два раза в год, весной и осенью. Информацию о нем можно найти на сайте ldgem.com. Но на мой взгляд, совсем новичкам он не подходит из-за коротких сроков и строгих правил. Я считаю, что первый джем должен длиться неделю. Так будет меньше стресса и больше шансов на то, что вы успеете сделать свою игру. Другие джемы вы можете найти на сайте itch.io в разделе «Геймджемы». На itch каждый может провести свой собственный джем, так что тут их действительно много, на любой вкус. Например, тут проводится еженедельный или викли геймджем. То есть буквально каждую неделю сдается новая тема для игр. Ну и помимо него тут есть десятки геймджемов. Самые популярные это GMTK джем и Breakist джем. В них участвуют буквально тысячи игр. Это не всегда хорошо, так как ваша игра затеряется среди других. Так что можете выбрать что-то попроще. Если же вы хотите участвовать в русскоязычном джеме, то тут надо смотреть объявления от сообществ и ютуб-каналов. Некоторые из них проводят свои джемы. Например, сайт dtf.ru, ютуб-канал Макстера и так далее. Здесь нужно просто подписываться и ждать объявления от любимых сообществ. Кстати говоря, помимо онлайн существуют еще офлайн джемы. Например, Global Game Jam. Для участия в котором необходимо выйти из дома и физически приехать на место проведения. А их можно найти в разных городах мира. Джем это конкурс. И если вы нарушаете его правила, ваша игра может быть дисквалифицирована. Или просто получит тонны хейта в комментариях. У разных джемов правила разнятся. Иногда они будут достаточно строгими. Поэтому прочтите их внимательно. Основное, с чем нужно разобраться, это использование ассетов. В некоторых джемах запрещено использовать модели, спрайты, текстуры, звуки и музыку, которые были созданы до джема. Все нужно делать с нуля. Другие джемы относятся к этому попроще. Проверьте, нет ли в условиях джема использования конкретных программных продуктов. Иногда джемы проводятся производителями софта, и они требуют, чтобы игра создавалась именно в их программе. Например, это может быть игровой движок, Гадо, Констракт и так далее. 3D-пакет, Гудини или Блендер. Или что-то еще. Прочитайте, можно ли работать в команде. И если да, то нет ли ограничений на ее размер. Еще стоит разобраться, как проходит голосование. В общем, достаточно много нюансов, не зная которые, можно испортить себе впечатление от джема. Первым делом, конечно, стоит выучить свои инструменты. Это может быть игровой движок, графический редактор или 3D-пакет. В качестве разминки за неделю до джема попробуйте потренироваться и сделать простенькую игру. Также, это очень важно, установите или обновите все программы, в которых будете работать. Во время самого джема ничего обновлять не нужно, так как всегда есть вероятность, что при обновлении что-нибудь сломается. Просто поверьте, она не нулевая. Дальше зарегистрируйтесь на сайте each.io. Скорее всего, именно на него вы будете заливать свою игру. Добавьте аватарку и описание профиля. Лучше это сделать заранее, чтобы не тратить драгоценное время джема. Если вы не хотите создавать игру в одиночку, вам захочется найти себе напарника или даже несколько. Например, вы художник и вам нужен программист. Или наоборот. У большинства джемов есть свои собственные форумы на each.io или даже свои сообщества в дискорде. Вам необходимо зайти туда и разместить информацию о себе, чтобы с вами могли связаться. Тут есть важный нюанс, о котором стоит сказать. Люди бывают ненадежными. Поэтому, если вы встретили человека, с которым вам комфортно работать, держите за него, не отпускайте. Прикуйте наручниками к батарее, он вам еще пригодится. Но в самом начале это сложно проверить, так что просто доверяйте своей интуиции. На мой взгляд, лучше избегать больших команд. Я имею в виду команды, в которых уже набралось больше трех человек. Особенно, если они собрались только на этом джеме и не работают вместе давно. С большой вероятностью в таких командах нет лидера, нет четкого видения. Вам надо будет выполнять очень размытые задания, а к концу обязательно все переругаются. А некоторые даже покинут команду, перестав отвечать на сообщения. На мой взгляд, идеальный размер команды для джема это 2-3 человека, где у каждого есть четкая роль, и эти роли распределены до начала. Крот, что у тебя? Я вижу в темноте. Подойдет. Кролик? Я шустый. Парсук? Я подровник. Что? Это сложный вопрос, и, пожалуй, на эту тему я запишу отдельное видео, но дам пару советов. Идеи не рождаются из пустоты, они рождаются из вашего предыдущего опыта. Если вы никогда не играли в игры, вам сложно будет придумать оригинальную механику. Играйте в игры, причем в разные, очень разные, не только в Скайрим. Это поможет натренировать вашу нейросеть. Особенно в этом плане хороши старые аркадные игры или другие игры с джемов, так как в них обычно авторы фокусируются на одной сильной механике. Развейте в себе привычку к анализу этих игр. После объявления темы джема устройте мозговой штурм. Записывайте абсолютно все, что приходит в голову. Не только идеи, но и просто какие-то ассоциации, которые вызывает предложенная тема. Это поможет подстегнуть воображение. Уже после штурма отберите лучшие идеи и приступайте к работе. Выделите из своей идеи одну главную механику и сфокусируйтесь на ней. Конечно, все мы хотим создать свой фоллаут с караванами и эпичными битвами, но джемы, они не про это. Они про создание законченной игры, а не бессмысленной солянки из механик, в которую невозможно играть. Поэтому вырезайте все лишнее. Сфокусируйтесь на чем-то одном и сделайте так, чтобы эта механика работала на все 100%. Цель игры с джема, чтобы в ней можно было весело провести 5 минут. Помните об этом. Не откладывайте создание билда игры на последний момент. Всегда есть вероятность, что что-нибудь пойдет не так. Сделайте тестовый билд заранее, их вообще можно делать каждый вечер. И эти билды нужно тестировать на разных компьютерах. Найдите компьютер слабее вашего и, наоборот, мощнее. Потому что может оказаться, что ваша игра нормально идет только у вас, а у остальных она будет или тормозить, или наоборот летать слишком быстро. Тестируйте разные разрешения экрана. Может у вас все и выглядит отлично, а на 4К-мониторе интерфейс съедет за край экрана, или наоборот будет висеть в центре и мешать обзору. Я такое видел достаточно часто. В том же юнити вы можете выбрать разрешение в панели GameView и посмотреть, как игра выглядит на разных экранах. Оставьте перфекционизм в стороне. Не бросайтесь полировать мелкие детали игры. К ним вы сможете вернуться позже. Помните, ваша цель – это законченная игра, даже если она будет простенькой и некрасивой. Не бойтесь писать плохой код. Работает и отлично. Рефакторинг можно будет сделать после джема. Меняйте вид деятельности. Джемы хороши тем, что задач очень много, и можно переключаться между ними, чтобы совсем не сгореть. Если вы устали кодить, займитесь звуком, пишите описание для страницы или тестируйте игру. Разберитесь с гитом. Это позволит вам не только сохранять бэкап проекта, но и удобнее работать командой над одной игрой. Но сделайте это заранее. Там есть свои нюансы, не понимая которых можно что-нибудь сломать. Если сомневаетесь в чём-то, сделайте бэкап по старинке, копированием файлов в другую папку. Важность этого пункта мы испытали на себе, когда из-за банальной ошибки потеряли значимую часть проекта за день до конца джема. Вам надо подготовить описание игры и скриншоты, не откладывайте это на последние минуты. В процессе разработки записывайте видео с вашего экрана, например программой Bandicam. В ней можно поставить частоту кадров единица, и на выходе у вас получится таймлапс, то есть ускоренной видеоразработки. Потом из него вы сможете смонтировать весёлый девлок. Итак, игра готова. Переименуйте проект в движке, он же у вас называется типа JamName2022. Сделайте билд и проверьте его ещё раз. Запакуйте билд в архив и обязательно переименуйте сам архив в соответствии с названием вашей игры. Очень бесит, когда играешь в игры с джема, и все они в папке загрузок называются одинаково. Создайте страницу игры на each.io. Запишите название, а в графу короткое описание или слоган поместите ёмкую фразу, которая описывает вашу игру. Эта фраза будет появляться в поиске под обложкой игры. Кстати, да, вам нужно сделать обложку. На обложке должно присутствовать крупное название игры и какая-то симпатичная картинка. Чем красивее обложка, тем больше людей захочет поиграть в вашу игру. Не пренебрегайте этим. Рекомендуемое разрешение 630 на 500 пикселей. Сделайте описание игры. В нём обязательно добавьте подсказку для новых игроков. Как играть, какое управление и так далее. Добавьте скриншоты. Обязательно поставьте в графе цена, галку, без платежей. По умолчанию там стоит ноль или пожертвование, и при загрузке игры появляется окно с предложением заплатить. И далеко не все догадаются, что можно скачать игру бесплатно. Просто поверьте, вы вряд ли заработаете на своей первой джем игре, так что не надо усложнять жизнь потенциальным игрокам. Не забудьте заполнить жанр игры и теги. Это нужно, чтобы ваша игра появилась в поиске на H.I.O. Если вы всё сделаете правильно, то сможете бесплатно получить сотни, а то и тысячи скачиваний игры. Очень важный момент. Вот этот пункт – видимость и доступ. По умолчанию в нём стоит черновик, то есть никто вашу страницу не увидит, кроме вас. Когда вы будете удовлетворены внешним видом страницы, поставьте в этой графе публичный доступ. Иначе вашу игру просто никто не увидит. Отлично, страница опубликована. Зайдите на неё и посмотрите, как её видят другие люди. Всё ли с ней в порядке? Теперь скачайте вашу игру со страницы. Да-да, скачайте, распакуйте и проверьте ещё раз. Потому что у вас может быть, например, битый архив. Или что-нибудь ещё. Это очень важно, потому что на многих джемах с судейством нельзя заливать новые билды, пока идёт голосование. Эта опция будет просто отключена на странице игры. Теперь вам необходимо отправить игру на сам джем. Нужно перейти на страницу джема, нажать вот на эту кнопку и выбрать вашу игру из списка. Дальше вас могут попросить заполнить дополнительные сведения об игре. Сделайте это. Создать игру – полдела. Важно ещё, чтобы в неё поиграли другие люди. Поэтому после джема начинается интересная работа. Вам надо играть в другие присланные игры и писать комментарии к ним. На некоторых джемах это даже является обязательным условием. Но это важно и безотносительно правил. Будьте вежливы. Другие разработчики, которые тоже прислали свои игры на джем, это не ваши конкуренты. Наоборот, на всей планете Земля у вас сейчас нет людей ближе. Вы все любите делать игры. Вы прошли через одни и те же испытания. Вы пережили одинаковые эмоции. Поэтому не будьте злым. Оставляйте конструктивную критику. Фокусируйтесь на том, что вам понравилось в чужой игре. Также спокойнее реагируйте на критику вашей игры. Вы же сами знаете, что она несовершенна, правильно? Воспринимайте все с юмором. А те, кто пишет вам гадкие комментарии, скорее всего, просто не смотрели это видео. Джем закончен. Вы отоспались, поиграли в чужие игры, получили фидбэк на свою. Теперь надо подвести итоги. Попробуйте сделать постмортом своей игры. Это или видео, или текстовая статья, где вы рассказываете, как прошел джем, с чем вы столкнулись во время разработки, какие были трудности и веселые моменты, чему вы научились. Это важно, во-первых, чтобы структурировать в голове полученный опыт и не забыть ценные уроки, а во-вторых, это может вдохновить других людей, тоже создавать свои игры. И самое главное, в каком бы джеме вы не принимали участие, какой бы игру ни делали, не волнуйтесь и не бойтесь. Получайте удовольствие. Джем — это в первую очередь приятное времяпрепровождение в компании единомышленников. А уже потом тяжелая работа без отдыха и сна, с потерей аппетита и отказом 20% внутренних органов. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok